Химера Очень часто для ученого, в отличие от поэта, кроме голых фактов, мало что имеет значения. Ведь он ученый, и когда он не хочет, чтобы предмет нес в себе некий смысл, он для него не имеет значения. Но лев с головой козла, растущий из спины, должен обозначать нечто определенное, потому что в знаменитой бронзовой статуе Химеры из Ореца явно заключен некий символ. К тому же, по утверждению некоторых, например, английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса, это самая красивая бронзовая скульптура на свете. Она была найдена в итальянском городе Ореца в 1552 году, как о том рассказывает Джорджио Вазари. Герцог Козимо Медичи велел перевезти ее во Флоренцию и поставил в своем дворце как символ власти. Хвост ее был отреставрирован несколько веков спустя, а левые лапы, согласно традиции, починил Бенвенута Челлини. Так и провела этрусская Химера эти столетия во Флоренции, где находится до сих пор среди шедевров Флорентийского археологического музея. Козлиная голова с бородой, растущей из спины льва, повернута назад, правый рог зажат во рту змеи, она вместо хвоста льва и хлещет его по спине. Раны на бедре и на шее, как и должно быть, нанесены героем Беллерафонтом. И все же, что в ней за тайна? Что за смысл, к которому нам сегодня едва ли подобраться? Ведь без сомнения он и есть, этот смысл, а греческие мифы перелагали некие очень определенные и очень древние знания, которые были гораздо старше и самих греков, и их мифов. Скорее всего, поразительная мощь и красота этрусских произведений искусства это и есть следствие глубокого символического значения, заложенного в них, и без сомнения известного в той или иной степени художникам того времени. Этруски полагали, что в человеческом существе обретаются или бык, или баран, или лев, или олень, в зависимости от его качеств и возможностей. В венах человека течет кровь смелых крылатых птиц и яд змей. Все сущее рождено из потока крови, и кровное родство, каким бы сложным и дальним оно ни было, никогда не прерывается и не предается забвению. В потоке крови встречаются разные течения. Иные из них постоянно вступают в противоборство. Кровь птицы и яд змеи, кровь льва и оленя, леопарда и агнца. Но противоборство это, по сути, образует некое единое целое, как в образе этой химеры. Все это так трудно принять на веру. Мы, люди современные, признаем лишь очевидное. И этот зверь для нас нечто немыслимое, а что немыслимо, то не существует. Его просто нет, думаем мы. Расплывчатая химера. Зачем утруждать себя размышлениями о том, что недостойно внимания? И все же, вот он перед нами. Полный силы и энергии, прекрасный чудо-зверь, в котором, как в печи, бушуют великие страсти. Или это что-то иное? Таинственное нечто, что заставляет миры крутиться вокруг своей оси, Солнце спешит в зенит, а в человеке пробуждает неведомые силы. Козел — он отец млека. Вместо силы и мощи у него смекалка и хитрость, ум и достоинство ревнивого отца и продолжателя рода. А лев, мы знаем, самый страшный, самый могучий зверь. Желтый, в его рыке энергия жизни, и сам он подобен Солнцу. Все существа могучи, но каждая проявляет свою мощь по-своему. Мириады разных сознаний вступают между собой в противоречие и противоборство, и процесс этот извечен и чаще всего оказывается сильнее столь желанного примирения, которому человек ищущий всегда стремился и будет стремиться всегда. Мы способны познавать живой мир лишь с помощью символов. И тем не менее, любое сознание, ярость льва, яд змеи — все это реально существует, а потому имеет божественную природу. И человек с его душой и индивидуальностью тоже появляется на белый свет, находясь в вечной связи со всем миром. Древние видели осознанно, как наши дети видят неосознанно, неизбывное чудо во всем. Древние сохраняли способность изумляться этому чуду и радоваться жизни, равно как испытывать отвращение или страх. Да, они были подобны детям, но обладали силой, властью и знанием истинно взрослых людей. Их мир был миром бесценных знаний, которые мы безвозвратно утратили. В том, в чем они были воистину взрослыми, мы стали детьми. И наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok